Доброе утро, женщины! Так они назвали свой отрывок из одной известной программы. Доброе утро, женщины! В эфире Доброе утро, женщина! И, как всегда, с вами хорошее настроение и Лариса Гусейнова. А хорошее оно потому, что после очередной поездки, после очередного курортного романа у моей соведущей одна полоска. Ларисочка, а вы невероятно свежи для женщины, которой целых девятнадцать лет была любовницей Винокура. Ну что ж, вы видите, сегодня у нас действительно прекрасное настроение, потому что это Доброе утро, женщина! А я передаю слово своей соведущей Екатерине Чудовищевой. Вообще-то я Чудовищева! Фамилия должна говорить о человеке, а не врать о нем. Поэтому Екатерина Чудовищева! Ну что ж, сегодня прекрасный день. Сегодня празднует свой день рождения известная болгарская певица Мария Стойчева. Ей сегодня пятьдесят девять лет. Ее и сейчас можно узнать на дискотеке восьмидесятых по хорошо сохранившемуся платью. Ну а как доживает свои дни в нищете некогда блиставшая королева Украинской СССР, мы посмотрим в сюжете Ольги Крюковой. Доброе утро, женщина! Доброе утро, женщина! И по синякам под глазами Екатерины вы можете догадаться, что уже в восемь утра. Просыпайтесь! Сегодня мы будем готовить попу к лету. И это обычно не то, что получается у Ларисы вместо котлет. Нет, сегодня мы будем готовить идеальную попу к лету. Все дело в том, что Екатерина очень ответственно относится к тому, чем собирается отгонять мух на пляже. Все дело в том, что мне есть чем заполнить купальник, так что идти на камушки и пескари, как в вашем случае, не в счет. Ну а дальше у нас рубрика «Разговор с психологом», который ответит на вопрос «Меня постоянно сравнивают». С землей, как в вашем случае? С лошадью, как ваше. Ну не переживай, психолог обязательно ответит на все вопросы. Ну а пока мы посмотрим сюжет специально для жадных матерей. Как подготовить ребенка к первому сентября всего за 400 рублей. Давайте посмотрим. Давайте. Ларис, скажите, а кто вас забирал вчера после эфира на «Газели»? Это ваша, это ваша. Слушайте. Послушайте, выходите за него не раздумывая. «Газель последней модели». Ну и что ж ты, водитель стрёмный? Может, дети у вас будут красивые? Минус на минус дает плюс. Ой, вы знаете, во время сюжета Катя рассказала мне такую смешную историю, как ее узнали на Дорогомиловском рынке и заставили вернуть товар на весы. Ой, извините. Ну а мы сейчас переходим к нашей следующей рубрике «Народные приметы». Лариса, знаете, почему именно вас поставили читать «Народные приметы»? Почему? Потому что бабушки верят бабушкам. Милые женщины, по народному календарю сегодня праздник Иван-Теребий. Любимый праздник моей соведущей. В этот день принято бить себя по рукам и не давать волю чувствам. Доброе утро! Женщина! Доброе утро! Мамады 300 граммов мудрой и ты женщина! Доброе утро! А мы продолжаем. И через несколько минут в нашей постоянной авторубрике «Пятый цилиндр» мы ответим на вечный вопрос. Нужно ли включать поворотник, или достаточно просто громко подумать, прежде чем повернуть, чтобы остальные поняли, куда вы собираетесь поворачивать. Ведь так, Лариса? А также мы узнаем пять способов, как передвигаться на такси без денег и без принципа. Да, Екатерина? Время гороскопа на доброе утро, женщина. Лариса, а вы кто по знаку зодиака? Овен. Следовало догадаться по вашему каракулю. Ну что ж, тогда слушайте. Овны, сегодня у вас, ну, все очень плохо. Вообще, удивительная штука эта астрология. Как будто бы все звезды и все галактики соединились в такой вот маленький гробик. Абсолютно все, даже для других знаков зодиака звезд не осталось. Ну что ж, очень жаль. Тогда мы переходим к нашей следующей рубрике. Вы когда-нибудь задумывались, выкидывая рыбью требуху, сколько всего вкусного можно из нее приготовить? Нет? А Екатерина знает 20 блюд. Она в этом чемпион. А научилась она всему этому у кулинарного маэстро Джузеппе Скарпоне. Ну, могла бы выучить и больше, но, к сожалению, внезапно вернулась жена Скарпоне. Итак, мы смотрим легкие завтраки от кастрата Джузеппе. Давайте, пожалуйста. Ну что ж, это доброе утро, женщина. Мы завершаем свою работу. Надеюсь, вы получили заряд хорошего настроения и бодрости на весь день. А от себя и от лица наших телезрителей хочу поблагодарить Ларису, ветерана нашего утреннего эфира. Ну, правда. Очень жаль, что Лариса не успела вам рассказать удивительную историю о том, как в зоомагазине ей целых три часа играли котята. Но она обязательно это сделает завтра, я вам обещаю. Но мне остается только добавить. Доброе утро, женщина! Спасибо!